приветствуем вас дорогие братья и сестры приветствуем всех любящих божию матерь всех кто чтит пресвятую богородицу и сегодня на библейском портале экзегет мы вспоминаем светоописанный образ пресвятой богородицы светоописанную икону еще как бы и на иначе она на некоторых самих иконах называется светоявленный образ пресвятой богородицы очень красивое такое выражение а на самом деле когда вот в богослужение составляли да то как бы думали как лучше обозначить да ну а поскольку на самом деле это связано с фотографией на которой запечатлена божья матерь то решили греческое слово фотографии это именно греческое слово перевести на русский язык и получилось светописание вот так она у нас и известны причем в календаре нашим церковным она этот праздник совсем недавно появился в 2013 году то есть представляете вот это факте это событие наше время мы сами как бы свидетели удивительного включения в наш календарь праздника который появился ну вот буквально какое-то столетие с небольшим назад и с чем это было связано с тем что ну в общем то события многие знают то что в 1903 году в русском свято пантелеймонов монастыре во время раздачи милостыни неимущим людям один монах он сделал фотографию как принимали вот эти вот простые бедные неимущие люди хлеб из рук монастырского монаха и вот потом на негативе и вообще на фотографии запечатлелся образ божией матери образ женский а мы знаем что на фоне за этим следят очень и очень строго да и потом в общем конечно монастырские старцы и подвижники те кто обладает духовной интуицией в общем все они пришли единогласно к выводу что это было явление божией матери а с чем это вообще было связано а дело в том что вот то самое время 19 конец 19 начало 20 века и русский пантелеймонов монастырь это именно наш вот русский пантелеймонов монастырь на горе афон он активно помогал неимущим ну тут имеется виду что вот афон он представляет собой совершенно удивительное такое как бы государство да вот монашеское государство земля пресвятой богородицы куда приезжают все кто хочет но действительно отрешиться от мира сего да и посвятить себя всецело господу и вот там есть монастыри а есть отдельные келья где живут просто вот монахи вот в уединенном таком подвиге своем а бывают такие вот даже подвижники их называют сиромахи которые но в каких-то естественных природных условиях находится кто-то там в пещере да кто-то может даже в дупле дерево поселиться ну с деревьями там может быть не настолько вот хорошо но действительно в пещерах или в заброшенных кельях в общем под открытым небом они прибывают они молятся совершают свое уединенное такое духовное делание подвижники аскеты а в качестве пропитания вот иногда они появляются при некоторых монастырях и дают небольшое такое вот вспомиществование продуктово и это называется благословением вот преподобный паисий святогорец когда описывает жизнь отцов на горы на горе афон и там у него это есть что вот такой-то подвижник он появлялся в таком-то монастыре за благословением и мы думаем что ну вот приходил наверное там к игумену получал благословение да тут ему говорил бог благословит он ходи уходил на самом деле имеется ввиду под благословением именно материальная помощь после трапезы до или в после богослужения что-то вот небольшое давали такому пустыннику монаху и он уходил возвращался то есть они никогда не брали что-то многое такое просто вот шну что господь подаст да и вот за счет такого милосердия все друг друга поддерживали а эти пустынники монахи молятся вот и как и вот русский пантелеймонов монастырь он как раз еженедельно еженедельно совершал такую вот раздачу и давали вообще всем подряд неважно там ты святой или грешный аскет пустынник или там просто вот живущие без какого-либо дела вне обители до вас китающий просто всем подряд раздавали и конечно не всем грекам это может быть нравилось потому что к началу двадцатого века русский пантелеймонов монастырь стал самым большим монастырем на горе афон да и по численности братья и по численности монахов превосходил греческие монастыри и по площади территории вот и соответственно благотворительность она тоже более широко осуществлялась нашим русским пантелеймонов монастырем и вот соответственно да вот даже сохранились там некоторые данные что в самом монастыре в 1903 году где-то вот полторы тысячи монахов было но помимо этого еще где-то полторы тысячи там трудящихся кроме того тысячи поселившихся вокруг обители или просто вот там в разных местах ну и были конечно люди которые паломники приезжали посещали те или иные святые места да были даже те кто приезжал своего рода вот потрудиться на горе афон и так или иначе много людей они нуждались в поддержке материальной помощи и вот наш монастырь еженедельно такую помощь оказывал за счет чего в том числе оказывали а потому что как раз вот каждую неделю из россии или вот из одессы или из таганрога приплывали корабли которые давали все необходимое потому что там в россии были подворья русского пантелеймонов монастыря и соответственно вот кто-то что-то жертвовал благотворил и поэтому продуктовое снабжение оно шло ну и монахи они щедро делились и вот кенот горы афон а что такое кенот кенот это священное управление которое над всеми монастырями то есть неважно вот какие-то монастыри русский греческий сербский болгарский неважно кто там румыния все они так или иначе подчиняются главному афонскому монастырскому управлению располагающимся в кеноте и вот кенот видишь что ну слишком много там людей приходит да а почему еще обратили внимание потому что помимо вот этих монахов сиромахов помимо отцов пустынников стали появляться и ну бездельники так скажем те кто просто вот не хотел трудиться в монастыре да одно дело какой-то аскет который созерцательному подвигу придается да и он ну действительно доволен какой-то там лепешки он к земному не привязан и он пребывает вот в молитвенном подвиге да а в монастыре вот только за таким благословением появляется но сама его жизнь она тоже становится для других благословением духовным благословением очень много там просияло святых людей но оказалось также много и таких вот тунеядцев которые просто вот не хотели не хотели исполнять монастырские послушания жили вот ради своей воли и даже вот придавались страсти винопития ну и соответственно такие вот люди когда они узнали что идет от раздачи бесплатных продуктов они тоже туда тянутся то есть там где что-то бесплатно раздается там появляются люди самого разного устроения да и кто-то хочется вот просто вот легко что-то получать да сам лично ничего взамен не давая ну и поэтому такие вот морально неустойчивые люди несколько так вот опустившиеся и в том числе выпивающие стали приходить ну и кинот управления горы афон на это обратили внимание посчитали что здесь идет некое потакание человеческим страстям и было написано предписание такое письмо в наш пантелеймонов монастырь где было буквально сказано что вот подлинная милостыня да она должна с рассуждением в разуме совершаться то есть рассудительность она не должна потакать человеческим страстям да а должна вот поддерживать тех кто действительно нуждается в этой милостыне и в общем то действительно в этом письме ничего плохого написано не было и содержание вот такого что в общем каждый из нас по-человечески с этим согласится и пожалуй мы именно этому письму в своей жизни стараемся следовать если так прямо сказать да но в общем то и писали тоже люди нельзя сказать что какие-то там бестолковые злочестивые нет это благочестивые монахи умудренные и они говорят что вот если мы раздаем милостыню тем кто вот живет по своим страстям да и приходит только вот ради вот этого ради что получить и все дальше ушли и уже не увидишь их в монастыре на богослужении и сами они не особо молятся то от этого происходит вред и лучше вот найти какой-то другой способ оказывать им помощь ну например вот как можем мы предположить допустим организовать им какие-то работы чтобы они получали за это определенную такую плату то есть вот такое наше благочестивое человеческое рассуждение а оказывается есть совершенно другие вот еще какие-то вот незамечаемые на нами пути промысла божия да и получается так что вот кинот в этом письме он запретил давать такую вот оказывать такую милостыню а повторим что там 600 800 человек каждый раз получали такую помощь и конечно же под удар попали бы все вообще то есть когда строго административное предписание то всем пресекает доступа и и хорошим там и плохим и злочестивым и благочестивым и в любом случае милосердие здесь как таковой начинает исчезать и в общем пришло это письмо накануне праздника успения а так как это 1903 год да то это по юлианскому календарю то есть 14 августа и в общем получили конечно тут вот и праздник божьей матери как как раз и монахи святого пантелеимного монастыря конечно огорчились этому предписанию и в общем целую неделю они решили не принимать никаких решений то есть вот на службе божьей матери в праздник успения они конечно горячо молились а потом вот как прошла неделя то 21 августа по юлианскому календарю решили последний раз раздать милостыню всем пришедшим и после этого прочитать уже вот этот письмо чтобы оповестить всех что все вот больше к сожалению не можем ну и что происходит то что во время вот это вот раздачи когда подходит за милостыни вот эти пустынники монахи а в том числе и вот эти вот люди не очень совершенные духовные кто-то вот морально опустившиеся все выходят все идут вот вместе получают этот хлеб да лепешки вот эти хлебные что-то там еще получают отходят стороны и один из монахов монастыря иеромонах гавриил он был фотографом конечно фотография тогда в те времена вроде бы несовершенная была да но были уже те кто научился этому и вот отец гавриил он решил сделать фотографию запечатлеть последнюю раздачу милостыню милостыни неимущим и вот он сфотографировал да и потом потом когда негатив да и потом вообще напечатали эту фотографию то вдруг увидели женскую фигуру причем она получается как бы даже вот она да с одной стороны на как бы в ряду всех но на фотографии получается что-то она уже приняла до хлеб отходит стороны и за ней уже идут те кто принимают и то вот эта вот женская фигура и как старцы обители смогли распознать что это и было именно божья матерь которую вместе со всеми смиренно принимает лепешку хлеба в ряду вот этих простых неимущих людей то есть она их не чуждается она вместе с ними и вот когда это увидели тут же вспомнили слова монаха пустынника севастяна который говорил что вот при получении вот этого хлеба он как-то видел да и он также опирался на слова вратарников и действительно потом тоже вот эти вратарники подтвердили что они тоже как будто вот видели некую женщину которая ранее подходила за хлебом и в самый день фотографии тоже внимательно смотрели а повторим что на афоне на афоне очень строго с этим да если мы посмотрим все вот историческое описание описание тех кто жил на афоне самих монахов там с этим очень все достаточно жестко да и рассказывается даже такие истории когда вот некоторые ну кто-то там из женщины они пытались ну только хотя бы просто вот на берегу на берегу афона ступить ногой да и тут же карались смертью потому что нарушали вот заповедь божией матери ибо это гора она посвященная всецело вот такому монашескому мужскому монашескому деланию и конечно никаких женщин там никогда не было и описание таких вот мы не видим и соответственно в этот день смотрят стали смотреть чтобы ну действительно на всякий случай и женщины не увидели но на фотографии образ ее проявился и поняли конечно что это не просто женщина это именно пресвятая богородица которая посещает постоянно посещает гору афон вот преподобный паисий святогорец да практически наш современник он об этом и говорил неоднократно что ежедневно ежедневно божья матерь она проходит гору афон да посещает все кели калиевы все монастыри и смотрит как то молится и вот наш современник митрополит афанасий или масольский который в молодости вот в юности встречался с преподобным паисием и вот явное было проявление божьей благодати когда он соприкасался с преподобным паисием ну да вот когда он только первый раз еще послушником пришел с другими послушниками они просить совет вот постучались и когда старец паисий он самые простые слова им стал говорить то вспоминает владыка афанасий что тут же весь воздух и и горы наполнили с удивительным благоуханием такого благоухающего мира да и и все там и деревья и воздух и со сами скалы благоухали почему потому что преподобный паиси он осенен божьей благодати потом вот афанасию ему удавалось встречаться вот как-то они вместе даже молились не помню это был богородичный праздник или нет но во всяком случае они читали вот эти вот три канона перед причащением и там же и канон божьей матери и читали вдвоем и он сам владыка афанасий вот наш современник ныне живущий на острове кипр проходит свое священное служение и он говорит о том вот вдруг необычном удивительном сиянии который он увидел исходящее от иконы божьей матери а и по совершенно было особое такое ощущение а преподобный паиси святогорец потом рассказал что являлась сама божья матерь но владыка афанасий он ее не увидел а преподобный паиси ему он чисто часто одно относительно часто если с нами сравнивать конечно мы вообще никогда а он созерцал божью матерь и он как раз и говорил владыке афанасий что каждый день пресвятая богородица обходит святую гору афон смотрит как то молится конечно мы можем вспомнить также что она вот преподобного сергия посетила до сказал я буду неотступна от места сего то есть свято-троицкая сергия в лавра это тоже одно из один из уделов божьей матери преподобному серафиму она являлась да и серафим одевеев монастырь он тоже под покровительством божьей матери то есть пресвятая богородица она посещает своих она всегда посещает те кто пребывает в молитве но оказывается что и вот эти простые неимущие люди они тоже свои для божьей матери и даже к те кто нам кажется бездельниками там подверженными страстям и вот эти вот упивающиеся которые тоже приходили за куском хлеба оказывается она их тоже за своих пусть и не путевых чат но все равно зачат считает а почему так да потому что мы такие и есть пред богом пред божьей матери мы и есть тоже и упивающиеся и духовно расслабленные вот и и бездельники мы по большому счету просто вот мы думаем что это другие такие а если мы вспомним свой жизненный путь вот как мы жили да в как как мы вели себя в какой период нашего непутевого жизненного бытия да то мы увидим что мы и есть такие вот распутные несерьезные расслабленные на все ропчущие хотим жить за дармада получать обязательно от других и при этом думаем что вот в конечном итоге мы самые правильные но божья матерь все равно и нас вот таких вот непутевых тоже жалеет как и жалеет и тех людей приходивших за этой милостыню и получается так что божья любовь а пресвятая богородица она как обитель духа святаго она конечно же преисполнена любви исходящая духа святаго то вот это вот на непонятно тем кто живет человеческим расчетом и получается так что божья матерь она ни от кого не отворачивается и наша беда лишь в том что мы отворачиваемся от нее и заслоняем себя от нее своими грехами а вот она нет она готова проявить милосердие и поэтому поэтому когда вот поняли такое посещение божьей матери то решили продолжать раздавать милостыню и через неделю опять продолжили вот эту раздачу поддерживать неимущих поддерживать тех кто живет вот в разных местах горы афону и приходит на за помощью за благословением приходит в русский пантелеймонов монастырь и вот об этом передавалась из усво стада и хранилась вот эта фотография по потом конечно она перепечатывалась и ну что касается чисто вот каких-то внешних таких событий то да вот греки может быть они не очень были довольны потом было некое расселение в общем старались немножечко так вот выдавливать русских монахов с горы афон хотя поначалу вроде в 1910 годах там даже еще больше стало русских монахов но потом разные не строения да и вот споры по поводу имя божничества или имя слави по-разному называли кого-то оттуда выселили а потом значит у нас революция получается что афон уже без такой поддержки со стороны живущих в россии ну только те кто успели туда бежать и потихоньку оскудевала скудевала и к 1970 годам к начала 70-х всего лишь 13 монахов осталось а мы понимаем что вот доживут они свой срок да и все потом умрут и не останется русского монашества на горе афон и тогда кто кто ну кто-то будет другой да но получится так что вот наша родина да наш народ он как бы без вот благословения со стороны афонских монахов и господь этого не допустил потихоньку промыслом божьим стало возрождаться монашество туда приезжали новые послушники постригались и вот эта история про явление божьей матери она переда осталась сохранилась передавалась из уст в уста и в 1980-х годах стали уже фотографии эти размножать распространять и ну я помню что в 90-х годах вот до отец пантелеймон отец пантелеймон который жил как раз вот на горе афон два года трудился он конечно больше в московской духовной академии как врач в медсанчасти и все-таки он сохранил такой именно афонский монашеский дух да потом он был назначен в хабаровскую семинарию ректором и вот он тоже эту фотографию мне показывал да и рассказывал про эту историю вот и мы сами того не знали что в 2003 году то есть ровно через сто лет вот после этого события старцы на горе афон они утвердят это событие как церковный праздник то есть соборным решением старцев на афоне это было признано действительно как вот посещение божьей матери и тогда на этом месте устроили особую такую вот мраморную доску где изображается эта фотография да кстати вот в наши дни был найден на некоторое время там затерялся негатив негатив с этим изображением и вот обнаружили и вот этот образ на вот этой памятной доске как раз вот при входе в монастырь там где состоялось это явление и напоминает всем вот если вообще посмотреть на фотографию на эту то мы видим что что действительно вот божья матерь она уже с хлебом отходит в сторону но как говорят монахи это в монастыря там буквально что вот значит вот эти вот ворота ворота главный там икона слева преподобного нестрелитописца а справа справа от ворот мы конечно не видим этого на фотографии там образ ангела ангела божий который записывает всех вот монахов и всех кто с благоговением входит в святую обитель над вратами образ великомученика пантелима на целителя честь которого посвящен как раз монастырь и на самом деле монах который раздавал хлеб он как раз находился справа он на фотографии вот немножко так вот не виден потому что не там не запечатлен а слева тот вот монах который сидит и раздает и даже имя его сохранилась монах алипий он уже раздает такое денежное вспомиществование и то есть не только брали хлебную лепешку ну и какие-то мелкие вот монеты необходимые для приобретения чего ты уже отходили и вот мы видим что божья матерь она в ряду всех и принимают от она принимает вместе со всеми вот этот скромный дар до божья матерь она самая смиренная самая скромная да и поэтому она тоже да тоже благословляет тех кто хранит это смирение вот на иконе на иконе которая уже написана вот по образцу этой фотографии тут мы видим уже именно чисто такое вот иконографическое аллегорическое объяснение где монах он вот явно вот как мы видим уже он предлагает вот хлеб да и этот этот хлеб это является символом вот милосердия милосердия русского пантелеймонова монастыря и символом того что божья матерь благословляет милосердие ибо она сама есть милостивая она милостивее всех живущих на земле и в русском пантелеймонова монастыря вот когда утвержден был этот праздник решили устроить особую часовню то есть вот когда мы видим вначале мы видим вот эту памятную доску на мрамор на точнее она из гранита даже выполнена да вот на ней изображается само событие а рядом рядом примыкая к монастырской стене устроена особая часовня в честь этого события в честь явления святописанного образа божьей матери и в этой часовне особый источник туда подведен источник воды устроен освещен источник и оттуда почерпают воду и уже в наши дни много свидетельств о том что люди приходящие с душевными или телесными недугами почерпаю эту воду получает облегчение и исцеление то есть представляете да это вот но это вот буквально то что в наши дни вот в нашей жизни совершается и божья матерь она и сейчас помогает да а внутри самого монастыря в одном из корпусов устроили еще особый храм в честь святописанного света явленного образа божьей матери да и вот мы не сказали что как истолковывают сами афонские монахи вот эту фотографию и как мы можем увидеть поначалу там это может быть даже не бросается в глаза но если разглядеть то мы видим что на фотографии вот божья матерь она стоит так что внизу как бы вот такие вот сполохи как бы пламени как языки пламени да и мы вспоминаем тут же вот неопалимую купину да как вот тот вот куст который созерцал пророк моисей да и куст был объят пламенем и не сгорал и ведь неопалимая купина это тоже одно из наименований божьей матери потому что она будучи всецело объята пламенем благодати божией она в этом пламени не сгорает наоборот просвещает сияет и дарует и нам дары благодати божией и вот как будто эти языки явление фаворского нетварного света что означает что пресвятая богородица она причастна этому благодатному божественному свету бог есть огонь до который согревает сердца и утробы как говорил преподобный серафим саровский и вот такие духовные реалия отражены в том числе на этой фотографии ну и в тех образах изображениях которые сохранились в честь вот данного праздника и вот братья сестры остается нам только упомянуть что в 2013 году священный сенот русской православной церкви а тогда кстати они собирались в киево-печерской лавре тоже это место осенено благословением присутствием божией матери и вот тогда было решено событие явление святописанного образа божией матери включить наш церковный календарь то есть 2013 года и поэтому теперь у нас такой удивительный праздник мы должны про это помнить потому что вот если тебе тяжело да если ты там все потерял или оскудевает твоя духовная жизнь даю какие-то вот страсти поступают или ты там раз ослаб в своих трудах все равно уповая на милосердие божие потому что пресвятая богородица она находится очень рядом ты конечно не видишь и потому что мы грешны наши глаза закрыты нашими грехами как бы пелена такая вот у нас перед глазами пелена те греховных образов до скверных мыслей которые иногда посещают нас темных пожеланий вот если бы мы освободились от этого мы более ясно видели бы присутствие и господа и ангелов наших хранителей и божьей матери которые них не забывают нас все время о нас пекутся молятся о нашем спасении потому что они нас любят и божья матерь сердце которое преисполнено удивительной божественной любви и милосердия она тоже хочет чтобы мы стали чадами рая чадами вечной небесной жизни так что порадуемся что вот у нас такой уж удивительный праздник что святописанная святоявленная икона божьей матери нам дарована путем фотографии да фотография вроде бы человеческое изобретение но ведь ум людям дается от бога и все вот эти наши способности мы тоже должны обращать во благо и когда молящийся фотограф да вот этот отец гавриил и романа гавриил он сфотографировал других молящихся людей когда вот подлинное милосердие оказывалось то вот тогда и запечатлелось и нечто духовное по промыслу божию так что прославим за все господа а божьей матери будем молиться и благодарить за ее удивительное милосердие к нам грешным и недостойным пресвятая богородица царица небесная спаси нас грешных помоги всем нам и не оставляй нас твоей удивительной чудной заботы аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео